На другом конце планеты тысячи людей покинули свои дома, чтобы спастись от огня. Крупнейшие пожары охватили Канаду. На помощь съезжаются пожарные из разных стран, но усмирить стихию пока не удается. Дым от пожарища окутал все восточное побережье Америки и часть Европы. Майя Шуакбаева продолжит. Каждую минуту страна кленового листа стремительно теряет кубометры своего драгоценного лесного фонда. С начала года огонь вынудил покинуть свои дома более 30 тысяч человек и уничтожил почти 4,5 миллиона гектаров леса. Это в 15 раз больше 10-летней нормы пожаров. Я знаю, что люди сильно напуганы. Поверьте, всем сейчас страшно. И сейчас больше, чем когда-либо мы должны быть добры друг к другу. Мы пройдем через это вместе. Я надеюсь, все будут продолжать следовать установленным протоколам безопасности. Пожароопасный сезон в Канаде начался необычайно рано. В апреле, в мае в провинции Альберта огонь уничтожил более полумиллиона гектаров зеленого фонда. А в июне охватил почти все провинции и впервые восток страны. Власти предприняли решительный шаг. Из-за беспрецедентных лесных пожаров объявили угрозу возможной эвакуации населения. Мы столкнулись с самым крупным пожаром в Новой Шотландии за последнее время, если не за все время. Его тушению мешает переменчивый ветер. Это непредсказуемо. И мы хотели бы, чтобы наши жители понимали, что в скором времени им, возможно, понадобится покинуть свои дома. Тушению многочисленных разрозненных пожаров не способствует сухая жаркая погода. По прогнозам, она будет сохраняться все лето. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает небывалые пожары следствием изменения климата. И в этом солидарен с ним бывший президент США Дональд Трамп. Ста миллионам жителей Америки из-за пожаров в Канаде сейчас нечем дышать. Густой смог накрыл не только Нью-Йоркский Манхэттен и Вашингтон, но даже часть Европы. Такой дымовой завесы в Штатах не видели последние 20 лет. Я верю, что подобные события действительно связаны с климатом. И, конечно, климат, который мы знаем, меняется. Становится все жарче, в одних местах становится суше, а в других – влажнее. Из-за плохой видимости в США отменили ряд полетов. Врачи рекомендуют жителям всего Атлантического побережья воздержаться от выхода на улицу. Многим разрешили работать из дома. В школах по всему восточному побережью США отменили мероприятия на свежем воздухе. Люди снова надели маски. Помощь в Канаду прибывает из разных стран. Португалии, Новой Зеландии, Америки, Франции, Испании. Но усмирить стихию пока не удается. Одна надежда на милость природы. Судя по компьютерным моделям предстоящих осадков, они выпадут в юго-западной части Новой Шотландии в ближайший понедельник-вторник. Так что это определенно хорошая новость. Между тем, пожар и не единственная напасть на берегах Тихого океана. В Филиппинах со страхом наблюдают за клубами дыма из жерла вулкана Майон. В Государственном агентстве вулканологии подтверждают вероятность извержения лавы в ближайшие несколько дней или недель. Население в радиусе 6 километров рекомендовано эвакуировать.